Оперативно, по факту и грамотно. Именно так можно коротко обозначить работу Курбана Рагимова, который вот уже шесть лет готовит спортивные сюжеты для программы новостей. Корреспондент ННТ рассказывает о победах наших спортсменов, выезжает на самые крупные соревнования. Труды нашего коллеги не проходят даром. И вот очередное признание. На всероссийском конкурсе «Энергия побед» фильм Рагимова признали лучшим в номинации среди региональных СМИ. Я решил попробовать себя в новом жанре, снять уже фильм, документальный фильм на первом этапе. И идея получилась такая спонтанная. Сам Абдурашид предложил мне снять какой-нибудь видеоролик, клип, как он тренируется на рассвете. И я уже решил, раз мы с такой звездой снимаем что-то, то нужно будет подойти к этому более профессионально. Вот так пару дней у нас таких насыщенных выдались. Мы успели поснимать его и на тренировках, и на природе, и дома. Ну, в дальнейшем у нас есть планы и поснимать его в горах. «Энергия побед» – это не только конкурс, но и площадка для обмена опытом, рассказывает Курбан. Олимпийский комитет совместно с Федерацией спортивных журналистов организовали для финалистов целую серию мастер-классов. Награды лауреатам конкурса вручали профессионалы во главе с известным комментатором Виктором Гусевым, который был председателем жюри. Этой победы, на самом деле, ждали очень много людей. Меня поддерживали, узнав о том, что я вошел в тройку финалистов, уже это распространилось везде, наш канал дал эту информацию. Многие коллеги, многие друзья, многие те же самые спортсмены, родственники, все меня поддерживали. И уже там не было варианта проиграть. Я вышел на сцену и даже, можно сказать, немного волновался в этот момент, потому что все встали, все аплодировали, назвали «Республика Дагестан», телеканал ННТ. Ну, такое чувство гордости было за себя, за свой канал, за свою республику в этот момент. Заявки на участие во всероссийском конкурсе отправили более 350 человек из 60 регионов России и 11 зарубежных стран. Призы вручались в 11 номинациях. Победа на этом престижном фестивале, уверен Курбан, послужит стимулом для разработки новых идей. У него уже есть ряд задумок, которые предстоит реализовать в ближайшее время на канале ННТ. Участие в таких конкурсах, участие в мастер-классах – это, конечно, большой стимул, мотивация для дальнейшего роста. Ты приезжаешь, ты обмениваешься опытом, ты знакомишься, заводишь новые знакомства со своими коллегами из разных республик, разных областей нашей страны. И поэтому это очень приятно и это мотивирует на дальнейший рост. В дальнейшем нам надо больше участвовать в подобных конкурсах, больше узнавать о них. Мы можем выигрывать, можем конкурировать на этом всероссийском уровне. Ларианна Шемхалаева, Салман Гитихмаев, Дауд Гасанов. Новости ННТ. Махачкала.